Просьба не затягивать. Ежедневно более 350 запорожцев приходят в районное управление соцзащитой по вопросам оформления и получения субсидий. В прошлом году за помощью обратились 93 тысячи человек. В 2016-м, прогнозируют специалисты, их будет порядка 150 тысяч. Механизм получения субсидий остался неизменным. Для этого нужно заполнить специальное заявление и декларацию о доходах. После передать документы в районное управление соцзащиты. Просчитать приблизительный размер помощи можно на официальном сайте мэрии в разделе «Онлайн калькулятор расчета субсидий». Специалисты подчеркивают, что центры соцзащиты открыты для консультаций, возможны даже скайп-конференции. Напоминают, что готовы детально разбирать каждый отдельный случай и советуют не затягивать с оформлением субсидий. Владимир Викторович поручил, чтобы у нас эта работа была максимально активизирована, чтобы эта работа была системная и чтобы, конечно же, мы не допускали очередей в наших районных отделениях социальной защиты. В декабре месяце, когда мы получим платежки за ноябрь, люди побегут оформлять субсидии. Мы получим со своей стороны очередя, мы получим время на оформление этих субсидий, поскольку мы будем делать десятками тысяч запросов в все органы, которые должны подтвердить все условия для получения субсидий. А человек, в свою очередь, не сможет компенсировать свою субсидию за тот период времени, пока он не обратился в Управление социальной защиты.